Алексей Батвинов сейчас находится в рассвете своей мировой карьеры. Батвинов – один из лучших интерпретаторов Рахманинова нашего времени. Как хорошо, что есть такие артисты. Немного пианиста в мире имеет технический уровень и эмоциональную глубину Батвинова. Он поразил нашу публику. Игра украинского пианиста стала сенсацией. Его признали одним из лучших в мире исполнителей Рахманинова и Баха. Имя Алексея Батвинова знает более чем в 30 странах мира. В 1983-м он был самым молодым лауреатом первого всесоюзного конкурса имени Рахманинова. В начале 90-х музыкант переехал в швейцарский Цюрих. Оттуда и объехал весь мир. В 2008-м году возник мультимедийный проект «Визуальная реальность музыки. Соединение классики и видеоинсталляции». Совместное творчество великого музыканта и лучших виджеев Украины. Образы подбирали долго и основательно, неоднократно возвращаясь к каждой детали. Первый концерт дали в Одессе, а потом Алексея Батвинова встречала вся страна. Самое грандиозное выступление состоялось в центре православного Киева на Софиевской площади. Классичная музыка – просто небо. Чи не вперше в Украине влаштували майдановый концерт классической музыки? Для посиления вражений на великому экране были еще и визуальные образы. То есть вышла, так бы говорить, визуальная реальность музыки. Но весь за идеей шоу влаштувал… «Святова зерка», известный пианист Алексей Батвинов. О новом революционном проекте Алексея Батвинова говорила вся музыкальная Украина. Телевидение, газеты, центральные и местные сообщали, анализировали, наслаждались. Практика выступлений показала, что идея соединения классической музыки и видеоинсталляции пользуется огромным успехом не только среди искушенных ценителей виртуозной игры, но и делает высокую музыку более доступной и интересной современной молодежи. Молодежи на украинских концертах было и правда много. В общей сложности визуализацию музыки увидели почти 10 тысяч человек. Подавляющее большинство было в полном восторге. О чем это говорит? О полной победе той идеи, которая изначально была в этом проекте. Весной 2010-го Алексей Батвинов продолжит выступление по стране. В планах до 10 концертов в разных городах Украины. Узнать о том, какой видит классику Алексей Батвинов, хотят и за границей. Визуальную реальность музыки будет изучать весь мир уже в нынешнем году. Организаторы проекта готовы к переговорам. Увидев музыку, вы услышите свет. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...